Итак, до конца голосования по поправкам Конституции осталось два часа. Как оно проходило в Красноярске? Какие нарушения фиксировали жители города? И когда ждать окончательных результатов? Расскажет мой коллега Дмитрий Шхозин. Сейчас он на связи со студией. Дима, что говорят в Крайсберкоме? Ну, Оля, я сейчас нахожусь у здания Краевой избирательной комиссии, куда поступают жалобы и голоса со всего Красноярского края. Однако внутрь нас не пустили, сославшись на коронавирус. Ну и в телефонном разговоре нам пояснили, что конкретное число жалоб, которое поступило со всего Красноярского края, пока еще неизвестно. О нем мы расскажем позже. Ну и там подчеркнули, что да, действительно, нарушения какие-то были. В основном это связано с тем, что не было каких-то средств индивидуальной защиты. Но при этом громких, каких-то серьезных нарушений, которые бы повлияли на ход голосования по поправкам, пока не поступало. Как, например, в Москве, где уже аннулировали бюллетени на двух избирательных участках. Однако, пока официальных данных нет, отмечу, что к нам в редакцию сегодня поступали многочисленные жалобы красноярцев об отсутствии ручек. То, что нет масок либо перчаток, таких жалоб поступало меньше. И вот этих обещанных наборов пакетов, где были бы одноразовые маски, перчатки и ручка, практически никто не увидел. Они были редко на каких-то участках. В основном это были большие упаковки масок и перчаток, в котором подходили люди и брали столько, сколько им нужно. Ну и вот о серьезном нарушении сегодня рассказала красноярка Юлия Саткеева. Девушка пришла голосовать по месту жительства. Здесь в Красноярске проголосовала. При этом прописана она была у родителей. Потом ее мама сходила на избирательный участок по прописке и увидела в списке свою дочь Юлию. И вот по словам девушки, на вопрос матери к избирательной комиссии, почему, как так получилось, ей ответили, что это не касается. Что, в общем-то, неудивительно. Обо всем этом Юлия рассказала о своем... И там в Крепостом еще век столкнулись с такой же ситуацией. Однако, как говорят наблюдатели, большинство вот таких историй на деле оказались фейками. 70% сообщений не имеют под собой никакой действительности и носят фейковый характер. Мы по каждому сообщению проводили расследование, опрашивали членов избирательной комиссии, опрашивали наших наблюдателей. Кроме того, по двум сообщениям были изъяты... Был осуществлен запрос по видеозаписи, который осуществляется на участках. И обнаружено, что сообщения не носят под собой никаких действительных фактов. Ну и также нам сегодня в краевом пояснении поголосовались часов вечера, появится примерно через час. Сейчас же явка составляет около 53%, но окончательный результат, сколько человек проголосовало, какая явка была, известно станет завтра утром. Мы обо всем об этом обязательно расскажем, и о количестве нарушений, о том, какие нарушения зафиксировали. Обо всем мы этом расскажем подробнее. У меня на этом все. Оля. Спасибо. Это был Дмитрий Шхозин. Прямое включение из краевой избирательной комиссии о том, как проходит голосование в Красноярском крае.